Всем привет, друзья! Давненько я не заходил на канал, как-то текучка заела. Спасибо тем подписчикам, кто заметил и поинтересовался, все ли в порядке, было очень приятно. Но вот сегодня вырвалось бутылухи пару часов, тем более, что появился повод заехать на домашний водоем. А повод такой, значит, что у нас вчера зашел спор между рыбаками, что лучше спиннинг или поплывок. И меня, как сторонника спиннинга, честно говоря, взяли на слабо, смогу ли я за, ну, максимум, наверное, за пять забросов с берега на домашнем водоеме что-нибудь поймать. И именно на спиннинг, на любую искусственную приманку. Здесь единственный запрет только на мормышку и живую насадку, типа, там, червь, мотыль, опарыш. Водоем выбрали ближний к нам. Он довольно-таки сложный для спиннинга, тем более с берега, очень большой рыболовный пресс. Но, тем не менее, вот еду. Из-за дефицита времени снасть собрал сразу полностью еще дома, потому что мне через два часа уже надо быть в другом месте. Вот спиннг Ростейдж от Мэджор Крафт. Тест 0,4-5 грамм. Катушка Шимоно Ультегра, старенькая моя тысячная. Проверенная. Шнур 0,4 по японской классификации. То есть это, ну, примерно 0,1 миллиметр, если брать нашу российскую классификацию. Сразу дома собрал отводной поводок со скользящей оснасткой и насадил сразу крокозябру, такую личинку стрекозы двухдюймовую, маленькую, чтобы даже очень маленькая рыба могла съесть ее. То есть меня устраивает для того, чтобы выиграть в споре, ну, практически любая рыбеха. Ну, а что получится, дальше посмотрим. Ну, вот я на месте, значит, до места ловли буквально 200 метров, уже на берегу достану настрою камеру. Спиннинг у меня уже в сборе в машине, так что выдвигаюсь. А вот, друзья, дошел до места, немножко даже запыхался, быстро шел, времени в обрез. Посмотрите, красота какая. Вот это наш домашний водоем, озеро Балтин. Вода, зеркало, солнышко светит. Красота. Слегка подморозило, посмотрите. Вот она, и не видно прям. Так, вот она катушечка. Спиннинг, про который я говорил. Сейчас приманочку немножко поправим. Так. Пожалуй, прячу. Вот скользящая оснастка, о которой я говорил. Грузик 3,5 грамма. Все, с этого кадра монтировать нельзя. Иду делать забросы. Первый заброс. Эх, ну давайте, была не была. Сначала попробую сейчас более активную проводочку. Есть поклевка. Лишь бы не сошел, зараза. Сжало овсетника скрыто, но часто сходы бывают. Есть окунишко. С первого заброса, друзья. Вот он. Полосатый красавец. Аж руки задрожали. Иди, малыш, гуляй. Спасибо за поклевку. Ну все, от души отлегло. Сейчас еще пару забросов сделаю. И надо бежать будет. Повыше уровень. Тишина. После первой поклевки жду. Ага, не тут-то было. Думал сразу и вторая. Окунь рыба стайная. Нет, тишина. Да, забыл еще показать. Сейчас покажу, как насаживаю маленькую насадку. Искусственную. Вот такую крокозябру другого цвета сейчас поставлю, покидаю. Еще немножко времени есть. Разворачиваю. Меряю. Тело сейчас пробьем. Пробиваю тело. Вот так. И попробую жало не прятать. Почему овсетник насаживаю? Потому что его, вот эта изогнутая часть, цевье, она работает как кирь, не давая приманке вращаться вокруг собственной оси. Ну вот так, друзья, рыбацкий спор наш завершился. Хух, справедливости ради скажу, что больше ничего я не поймал. Было несколько поклевок. Ну, из-за дефицита времени пришлось уехать. Так, сейчас. Все, теперь еду обратно. Спасибо, что были со мной, друзья. До новых встреч на канале Уральских Калининг. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!